Смотри, он уже ловит мяч и все равно колено несет, понимаешь? Он мог просто его поймать, вот и все, и столкнуться, даже мог и не столкнуться с... Это видео нашей камеры, которая была рядом с эпизодом, и мы видим, как быстро среагировали в первую очередь... Смотри, как Наполеон... Что важно, игроки соперника, футболисты Днепра. Смотри, Наполеон, чтобы люди знали, это Зазуля. Я так понимаю, Канкава, Зазуля засунули в рот пальцы и... Ну, чтобы язык не проглотил. Фидецкий, Канкава, там кричит и Зазуля. Смотри, он еще и Канкава уже тоже укусил, я так понимаю. Мы говорим не о том, что Бойко видел, что он сейчас нанесет травму. Мне кажется, это какая-то личная ответственность каждого должна срабатывать. Я уверен, что Бойко не шел в контакт с Гусевым нанести ему такую травму. Но ответственность должна оставаться за те действия, которые предпринимает человек. Ведь по сути это могло быть, ну извини меня, не дай Боже, но это непреднамеренное убийство. Я, если честно, просто не хочется параллели проводить. Все, кто интересуется футболом, все могут найти несколько ситуаций, которые закончились жахливо и так далее. Не хочет этого сейчас работать. Хочу просто... Сначала сразу футболист «Динамо» был госпитализирован в одну из клиник Днепропетровска, но оставаться там не захотел. Решил возвращаться вместе с командой обратно в Киев. Кстати, это опасно, если сотрясение мозга, лететь на самолете. У нас уже есть... Я не знаю, в данном случае кто несет ответственность, врач, потому что я не думаю, что футболист имеет право брать ответственность. Саша, у нас уже есть такой, причем уже Похлебаев. Да ну вид, ну просто, ну я-то прошел. Давайте послушаем, что сказал. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга в средней тяжелой степени по классификации, по нашей медицинской первой степени. Вот, ушиб мягкие ткани, подбородка, обширная ссадина. Ушиб нижнечелюстного сустава справа, сильный ушиб. Значит, под подозрением проникновения, там, три поврежденных зуба. И под подозрением проникновения корня одного зуба в гаймеру пазуху. Это не очень хорошо. Но мы будем сейчас в Киеве его дополнительно обследовать. Сделаем анетризонанс томографии и уже посмотрим, то ли это врожденная особенность, то ли это в результате травмы. Мы очень испугались, очень все страшно выглядело. Можно сказать, что легко все отделалось. Да, слава Богу, все легко отделалось. Позвоночек целый, шейный отдел целый, все косточки черепа целые. Ни трещин, ни переломов нет. Ребята там подбежали и буквально вытаскивали, я так понимаю, язык, да? Была потеря кратковременного сознания с кратковременным судорожным симптомом, с западением языка. Слава Богу, успели днепропетровские коллеги наши первыми подбежать, оказали профессиональную, экстренную. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!